Великолепно всем! Это мое удовольствие стоять перед вами сегодня в моем роль как чьих-экзекутив офисер Jaguar Land Rover. В следующие 5 лет, Land Rover будет приветствовать 6 алл-электрических вариантов, первая из которых будет в 2024 году. В этом же время Jaguar будет обновлением полностью ренессанса, чтобы появиться как просто электрическое лакшериное бренд. Ягуар Land Rover отказывается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2025 году компания планирует полностью перевезти Ягуар на электрегатами. К этому же сроку все модели Land Rover будут представлены в двух вариантах, как с двигателем внутреннего сгорания, так и в полностью электрическом варианте. Приветствую вас! Наступает весна, светит солнце в нее глаза. И в данном ролике я хотел бы затронуть тему про электромобили. И основываясь на своей сервисной практике, а именно ремонту и обслуживании автомобилей Jaguar Land Rover, хотелось бы развернуть картину по поводу электрификации самих моделей Jaguar Land Rover, которые происходят в настоящем и будут в ближайшем будущем. Сейчас в этом цеху за моей спиной мы видим привычные нам всем автомобили марки Land Rover. А также на приведенном стенде мы можем увидеть историю развития модели Land Rover. И я задаю себе вопрос, а какие они будут и как будут выглядеть в ближайшем будущем? Отчасти наше будущее, наверное, можно сопоставить с тем, что сейчас происходит в самых развитых странах. Это Америки или в странах Европы. И мне кажется, что визуально они будут такими же, но внутри автомобили будут уже совершенно другими. А именно, они все будут электрифицированы. И поэтому нам всем надо готовиться к этому, к этому будущему. Потому что оно, на мой взгляд, несомненно, наступит. Хотим мы этого и нет. Следует отметить, что идея создания электромобилей была реализована очень давно. Например, первый электромобиль, как экипаж, тогда он так назывался, был изобретен еще в 1835 году Робертом Андерсеном в Шотландии. А компания Detroit Electric в начале 20 века успела выпустить аж 2000 электромобилей. И прекратила их выпуск в 1942 году. Но потом воцарилось затишье. И только в 90-х и 2000-х годах автопроизводители вернулись к идее электрификации автомобилей. Но в этот раз появилась объективная причина. Все мы наслышаны про теорию парникового эффекта, атмосферы и вредных выбросов СО2 и СО. О Киотском протоколе и объединении всех цивилизованных стран в борьбе с вредными выбросами. Да, есть позиция, что на самом деле, если рассматривать весь цикл по производству электромобилей, то с точки зрения выбросов от производства самих аккумуляторов, по совокупности, не такой уж большой профит с точки зрения экологии. Но как бы там ни было, мы имеем факт новой тенденции по электрификации всего автопрома. И уменьшение выбросов в атмосферу автомобильный и транспортный – это уже законодательные нормы большинства всех стран мира, в том числе и России. И снизить все эти выбросы можно только путем использования двигателей меньшего объема, либо гибридных автомобилей, либо полностью электрических автомобилей. Ну а если не брать глобально, то чистый воздух в нашем городе касается нас напрямую. Именно в больших городах, в которых живу я и многие другие, мы ощущаем на себе все прелести вредных выбросов от наших автомобилей. И поэтому для всех очевидно, что если бы вдруг все автомобили были электрическими, ну так чисто гипотетически, то воздух в нашем городе был бы намного чище. Именно поэтому совсем недавно в Европе приняты новые правила сертификации автомобилей на вредные выбросы. Изменилась процедура измерений выбросов, само расхода топлива. Во-первых, стенды испытания будут происходить не по привычному циклу с аббревиатурой так называемой NEDC, а более приближенному к реальному циклу, новому VLTP. Во-вторых, вводятся дорожные проверки с использованием портативных газоанализаторов. Производителям станет намного сложнее соблюдать эти экологические нормы. И теперь производители не удастся схитрить, как это было на примере всем известного скандала на рынке в Соединенных Штатах с концерном Вольсваген. И Европа уже наметила себе четкий план понижения выбросов для всех проданных автомобилей, начиная с 2021 года. На примере данного графика можно увидеть удельный норматив выбросов СО2 при снаряженной массе автомобиля 1370 кг. И на момент 2021 года он составляет 95 грамм на километр. А к 2030 году планок Европы выйти на 67 грамм на километр почти в два раза. И автопроизводители просто вынуждены меняться, и мы сможем наблюдать, как обстоят дела с продажей электрокаров в различных странах. И, соответственно, оценить прогноз на будущее. И эти прогнозы нам говорят, что хоть мы не Европа, но у нас это тоже в ближайшем будущем коснется. Ну что ж, мне бы хотелось прояснить некую системную картину для общего понимания. Я думаю, это будет очень полезно для зрителей. Вообще, что такое электромобили? Так вот, система заключается в следующем. На приведенной таблице наглядно рассказывается своего рода систематизация общих понятий, которые относятся к электромобилям. В частности, к электромобилям относятся и гибриды, и чистой крови электрички. Но гибрид гибриду рознь. И по своему устройству, и по принципу, и по характеристикам. Давайте вместе с вами разберемся со всем этим. Все автомобили, в которых используется тяга от электрического тока, уже можно назвать электромобиль. То есть такая общая всеобъемлющая классификация. Итак, классифицируются все они аббревиатуры EV. Electric Vehicle. И в первом столбце среди гибридных автомобилей идет так называемый мягкий гибрид. MHEV. Milk Hybrid Electric Vehicle. Это как раз тот случай, когда мы имеем и обычный двигатель внутреннего сгорания, обычную автоматическую трансмиссию. Но помощь и участие электрической тяги происходит стартером-генератором. Так называемым узлом BISG. Который присутствует в навесном оборудовании двигателя и помогает в определенных моментах ему вращаться. За счет ременной передачи. Ну, скажем так, обычное навесное оборудование. Следующий тип гибридного автомобиля это полный гибрид. HEV. Full Hybrid Electric Vehicle. Это уже тот случай, когда мотор-генератор встроен между двигателем и КПП. Или в самой трансмиссии. Как вы видите, данный тип гибрида уже имеет другие характеристики. И по напряжению, и по мощности электродвигателя. Следующий тип гибрида это так называемый подключаемый гибрид HEV. Его ключевое отличие от полного гибрида в том, что есть возможность подзаряжать энергию аккумулятора от внешней электрической сети. Это уже своего рода симбиоз чистого электромобиля и двигателя сгорания. И крайний столбец таблицы классификации электромобилей это батарейный электромобиль BEM. Battery Electric Vehicle. Это уже чистая электричка. И данный электромобиль использует только электрическую энергию. И рассчитывать ему придется только на свои батареи. Но зато у чистой электрички полностью отсутствуют вредные выбросы. А это и есть сама цель всего нашего человечества. Что касается производителя компании Jaguar Land Rover. То на текущий момент 2021 года представлены все виды электрокаров. Как гибридов, так и чистой электрических машин. В частности, вариант мягкого гибрида MHEV уже давно катается по Европе на моделях Range Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Sport и Noon Defender. Вариант полного гибрида HEV реализован на моделях Range Rover и Range Rover Sport. Вариант подключаемого гибрида PHEV реализован практически на всех моделях Jaguar Land Rover, кроме Discovery 5. И чисто электрический вариант, батарейный автомобиль, так называемый BEV, реализован пока только на моделях Jaguar. I-PACE, E-Type, XJ. Так что компания Егор Land Rover идет в ногу со временем. И возможно, через лет 5 у нас просто не останется альтернативы на российском рынке при покупке нового автомобиля. Кроме как гибрида и электрички. Ну а теперь давайте чуть подробнее рассмотрим, как осуществляется привод в различных видах электромобилей. И в частности, в гибридах разного типа. Именно из принципа привода использования электрической энергии были и разделены на эти классификации сами гибриды. Обратите внимание на рисунок. Первый тип привода это ременной. При помощи стартера-генератора, так называемого узла BISC. Суть простая. При запуске двигателя этот узел, стартер-генератор, играет роль стартера и питается от напряжения 12 вольт, то есть от штатного обычного аккумулятора. При движении накатом и торможении он уже играет роль генератора. И передает всю свою энергию системы зарядки 48 вольт в отдельную 48-вольтовую батарею. Это называется рекуперативное торможение. При разгоне данный мотор-генератор BISC работает как электромотор и помогает двигателю именно на режимах разгона, а также на режимах прямолинейного движения, равномерного, при условии, что батарея 48-вольтовая заряжена полностью. Таким образом, на мягком гибриде MHEV, по сути, двигатель внутреннего сгорания и трансмиссия работают как обычно. Только благодаря наличию узла BISC, стартера-генератора, удается аккумулировать энергию торможения и использовать ее в нужный момент. В итоге мы имеем динамику разгона, экономию топлива и, соответственно, более лучшие экологические показатели. Следующие варианты подключения привода на других гибридах HEV и PHEV – это когда мотор-генератор установлен либо вместо маховика на двигателе, либо вместо гидотрансформатора на АКПП и является своего рода посредником между двигателем и АКПП. И аналогично, как и на мягком гибриде, в нужный момент при торможении мотор-генератор играет роль генератора и накапливает энергию батареи, а также при разгоне включается как электромотор, забирая энергию из батареи и помогает двигателю внутреннего сгорания передавать крутящий момент на АКПП. Ну а самое главное, что как в полном гибриде HEV и подключаемом PHEV, в отличие от мягкого гибрида, мотор-генератор может быть полностью отключен от двигателя внутреннего сгорания и напрямую передавать крутящий момент на АКПП. И таким образом, такой гибридный автомобиль может двигаться полностью на электрической тяге. Это ключевое отличие и преимущество от мягкого гибрида PHEV. А в случае подключаемого полного гибрида PHEV, такой автомобиль можно еще подзаряжать от внешней электросети и тем самым значительно экономить топливо и, соответственно, уменьшать вредные выбросы. Ну и третий тип привода относится к чистым электричкам, когда электромотор как единый силовой модуль устанавливается на переднюю и заднюю ось. В итоге имеем полный привод. И нет никаких трансмиссий в виде АКПП, раздатки и карданного вала, а значит нет лишних потей. В итоге на приведенных картинках мы видим силовые модули электродвигателей с дифференциалом в сборе на примере автомобиля Jaguar I-Pace. Ну а теперь на приведенной таблице можно наглядно посмотреть преимущества и недостатки типов электромобилей. На самом деле экономия топлива на мягком гибриде достигает порядка максимум всего лишь 10%. А вот уже на подключаемом гибриде экономия топлива может достигнуть аж до 70% в зависимости от режима вождения. Мягкий гибрид не может двигаться на электрической тяге, а подключаемый гибрид может проехать порядка 50 км чисто на электрической тяге. Но также следует понимать, что мягкий гибрид, полный гибрид, подключаемый гибрид и полностью батарейные автомобили друг от друга отличаются еще и типом аккумуляторных батарей, которые используются для электрической тяги. Если, например, в мягком гибриде мы не используем чистую электрическую тягу, то в полных гибридах она уже присутствует и требуется большая емкость по заряду на данные батареи. И, к сожалению, особенность полных гибридах и электричек в том, что их батареи для нормальной работы требуют поддержания номинальной температуры. Ну, например, в жаркую погоду требуется охлаждение, а в морозы наоборот, подогрев. Именно поэтому особое внимание в подключаемых гибридах и чистых электричках отдается системе охлаждения самих батарей, что значительно усложняет, казалось бы, на первый взгляд, простую конструкцию электромобилей. Затрачивая энергия на обогрев батареи или, наоборот, ее охлаждение, ну, когда жарко, оправдывается в определенных условиях. Также при заряде батареи тоже требуется поддержание оптимальной температуры. И это немаловажный факт. Именно поэтому бортовая система предлагает возможность владельцу обозначить с помощью телефона или на панели приборов, когда ты собираешься зарядить автомобиль, дай мне знать. Чтобы заранее, скажем так, бортовая система смогла подготовиться к правильной зарядке своих батарей. Так как это продлит срок службы и самой батареи, и позволит правильнее ее зарядить, и тем самым добиться более большего запаса по ходу, как самому главному итогу самого заряда батареи. И, к сожалению, для владельцев это требует понимания вот этих особенностей. То есть придется в это вникать и забивать себе голову. Давайте не забывать, что на данный момент, чтобы получить права каждому гражданину нашей страны, перед тем, как сдать на водительские права, требуется пройти порядка 20 академических часов по изучению материала об общем устройстве автомобиля и особенностях его эксплуатации, а также техники и мерах безопасности. Аналогично, когда придет время и гибридам, в нашей стране, я уверен, что условием для сдачи водительских прав также будет изучение особенностей по эксплуатации электромобилей. А именно, зарядки аккумуляторных батарей, как ее осуществлять на гибридах, либо полностью батарейных машин, либо чисто электрических машин. Дело в том, что такие батареи требуют общего понимания по их содержанию. Я уже не говорю о мерах техники безопасности. Из самого продления срока службы и создания более большого запаса по ходу всем владельцам придется в это погрузиться и научиться планировать свой маршрут заранее, время выезда, так как перед выездом машина автоматически и до указанного времени включит систему кондиционирования, охладит аккумуляторную батарею. И это создаст более большой запас по ходу во время движения. Если владелец будет иметь привычку планировать свой маршрут заранее, то продавая система рассчитает оптимальный режим работы в зависимости от разных участков движения и наличия пробок, подъемов, спусков. Владельцу придется понимать, как ему лучше настроить рекуперативное торможение в зависимости от его манеры вождения, так, чтобы в итоге запас по ходу был более большим при одной и той же энергии аккумуляторной батареи. К сожалению, владельцу будущих электрокаров придется погрузиться в особенности и способы зарядки батарей, так как будут присутствовать способы и быстрого заряда, то есть частичного, более долгого, но более полного заряда. Нужно будет понимать, а стоит ли подзаряжать батарею сейчас, когда она разряжена всего лишь на 20%, или лучше подзаряжать ее, когда она будет разряжена на 70%. Что будет лучше для жизни аккумуляторной батареи и лучше для заряда? Я лично уже представляю себе будущее, когда все подземные парковки в торговых центрах с выведенными зарядными станциями или на улицах, парковках наших домов тоже есть зарядные станции, все машины стоят с проводами, с подключенными, прикуриваются. Я уверен, например, что для владельца частного дома, у которого проведено по умолчанию электричество, не составит труда оборудовать такую зарядную станцию. Да, инфраструктура – это сложный дорогостоящий момент в масштабах всей страны, и это уже дело самого государства. Но мне кажется, что в ближайшей перспективе для нашей страны золотой серединой будут являться подключаемые гибриды, то есть ПХЕВ. Это как раз тот случай, когда вы всегда останетесь на ходу привычным способом, а в случае возможности подзарядиться вы сэкономите на топливе. Уважаемые подписчики канала, а также все владельцы Land Rover, команда ЛРВ старается быть полезной для наших зрителей, для наших клиентов, и мы постарались вкратце осветить картину, что такое электромобиль, а в частности бренда Jaguar Land Rover. Вы должны понимать, что гибрид гибриду розет. И благодаря этим разверткам вы в будущем можете для себя решить, что лучше будет для вас – мягкий гибрид МХЕВ, или полный гибрид, или подключаемый ПХЕВ. А может быть, вам по стилю вашей жизни вполне подойдет и чистая электричка. Дело в том, что надо понимать, а как интенсивно вы используете свой автомобиль. Зачастую средняя поездка в день у многих не превышает 50 км. Тогда вам вполне подойдет либо подключаемый гибрид, либо чистая электричка, и вы будете иметь значительную экономию по топливу. Пора уже потихоньку вникать во все эти особенности и заранее выбирать то, что вы хотите. И когда придет время и на рынок России начнут поступать полный комплект вариантов электрокаров, вы будете готовы к вашему выбору. Ну что ж, я хотел бы пожелать всем удачи. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Кстати, у нас есть канал Instagram. Подписывайтесь, там тоже много интересных новостей. Ставьте лайки, либо дизлайки. А мне очень хотелось бы, я надеюсь, что среди зрителей этого канала есть те, кто уже реально владеет электрокарами. Может быть, бренда Land Rover, может быть, Jaguar, может быть, какого другого бренда. И мне будет крайне и всей нашей команде интересно. Дело в том, что к нам они еще пока не поступали. Но мне будет интересно, а что люди, которые реально владеют электрокарами, могут сказать о своих реале. Может быть, есть много проблем, а может быть, наоборот, только положительные эмоции. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, нам всем это будет очень интересно. Желаю всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok